Вот дом, а вот стационар. Для больных с онкологией, которые болеют длительный срок, такая близость, она принципиально важна, как собственный психологический комфорт. Дневной стационар все это обеспечивает. Человек приходит в стационар, делает все необходимые манипуляции и в этот же день возвращается домой. Тамара Гасимова из команды поддержки. Вот уже на четвертый по счету курс лечения. Сопровождает близкого человека. Мама тоже без меня боится. Психологическая поддержка для мамы. Я ее здесь жду, когда прокапывают. Это очень хороший персонал. Направление на госпитализацию больные получают в поликлинике по месту жительства. Курс лечения индивидуально расписывают в областном онкодиспансере. Здесь доктор Арутюнян, заведующий отделением, принимает пациентов и высчитывает дозировки лекарственных средств. Это ламинарный шкаф. Он предназначен для того, чтобы в нем разводить препараты химиотерапевтические. Так как в нем имеется фильтр и вытяжка. То есть это обязательно условие работы для нового стационара химиотерапии. Проводят таргетную и химиотерапию для пациентов с различными локализациями опухолей. Ковидные ограничения. Работу дневного стационара почти не затрагивают. Единственное из поступающих требует свежую справку об эпидокружении. За 9 месяцев 2021 в комфортном режиме с 8 и до 3 часов дня пролечилось более двух сотен ульяновцев. С онкологией, к сожалению, больше народу стало. Больше. И как-то ковид, не знаю, на нас, наверное, никак не повлиял. Если только в отрицательную сторону. Наверное, во время локдауна должно было быть поменьше людей, но нет. Во время локдауна у нас был, наверное, максимальный пик. То есть где-то в июне, в июле у нас под 85-90 человек в месяц проходило при плане 50. Ншан Овикович прежде практиковал в поликлинике. Два года как заведующий профильным стационаром. И единственный здесь врач-онколог. Справляется, но лучше бы не один. Ждет. В 2022-м дополнительную специализацию получат несколько его коллег. А уже в финале года 21-го планируется открытие Центра амбулаторной онкопомощи. Этакого заточенного под онкологию учреждения. Согласно проекту, под одной крышей вся база данных, консультативный прием плюс дневной стационар. Как раз сейчас ведутся поиски этой самой крыши. Ну а пока все и здесь, в скромном, давно не знавшем ремонта зданий травмпункта Засвияжского района. Это очень доброжелательные люди, знающие, умеющие. Я хожу уже 20 с лишним лет и благодаря им сохраняю свою жизнь. Но все-таки надо нам стационар дневной отстроить. Понимаете? Это невыносимый условий для персонала. Татьяна Домоданова и Юрий Давыдов. Репортер 73.